Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Мини-маркетов в Кировской области больше, чем других магазинов. Торговые точки в регионе подсчитали специалисты Кировстата. Всего, по данным на конец 2022 года, в Кировской области насчитывалось 8184 розничных магазина, а также 664 торговых павильона и 250 киосков. А за год количество магазинов выросло на 1%, а число павильонов и киосков сократилось на 17 и 40% соответственно. Самыми распространенными магазинами оказались мини-маркеты с продовольственными и непродовольственными товарами. Их 32% от всех магазинов области. Супермаркетов в регионе около 400. Их число за последние 5 лет выросло в 1,7 раза. Также за последние 5 лет зафиксировали рост количества аптек на 23%. Конкурс к 650-летию Кирова «Город добрых соседей» будет продолжен. Приурочить его предполагается к 22 сентября, дате основания города Кирова. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов на форуме инициативных граждан, который прошел в Кирове. Отмечу, в этом году через конкурс «Город добрых соседей» будет выполнено более 50 проектов по благоустройству и столько же по событийным мероприятиям. Максимальная сумма гранта составляла 650 тысяч рублей. В эфире «Экономика». Кировчане смогут получить 1 миллион рублей на реализацию творческого проекта. Открыт прием заявок на соискание грантов президента Российской Федерации для поддержки инициатив в сфере культуры и искусства. Проект должен способствовать сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, формированию единого культурного пространства. Среди приоритетных направлений конкурса – проекты по созданию музыкальных произведений, концертных программ, подготовке научно-просветительских и биографических изданий – рассказали в областном правительстве. Прием заявок продлится до 1 октября. Реализовать проект победители смогут в 2024 году. Необходимые документы, условия участия и номинации опубликованы на сайте Министерства культуры России. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.